Спасибо большое за обратную связь. Рада вас приветствовать, коллеги. Пятничное утро. Впереди прекрасные выходные. Погода замечательная. Всем хорошего дня. А у нас сейчас замечательный эфир на тему новых визуализаций, которые были созданы на платформе PIXBI в последнем релизе. И со мной сегодня будет замечательный наш спикер Анна Климкова. Аня, дай, пожалуйста, знать, ты уже с нами. Да, коллеги. Сейчас мне еще надо одну минутку. Кнопочку. Да. Хорошо, Аня. Напомним о регламенте, сообщим, вернее, даже о регламенте сегодняшнего нашего мероприятия PIX Красивая. Длится он будет, PIX Красивая, эфир всего полчаса с 11 до 11.30. Можно будет задать интересующие вопросы. Вот. Ну и мы начинаем. Ань, если ты готова, то забирай у меня микрофон, забирай у меня экран. Всем привет. Тебя видно. Да, тебя видно. Слышно. Так, а экран? Экран пока не видно. Все, вижу кнопочку, наконец-то. Давайте посмотрим. Будет яркий дизайн, сразу предупреждаю. Замечательный дизайн, яркий. Зато все видно. Для хорошего настроения. Ну, у нас достаточно много. Визуализации вышло в 1.29, поэтому мы как раз решили их представить, да, что есть и какие есть в них возможности. Обзор такой. Первый мы посмотрим воронка. Воронка полезна, конечно же, в первую очередь, когда мы хотим посмотреть воронку продаж, да, или какие-то у нас процесс шел по каким-то этапам, если, ну, если не для продаж, то для HR, например, то он поиск сотрудников, да, и последний там будет шаг, что он принял оффер. То есть мы видим не только какие-то конкретные значения, да, или доли, но мы также, как бы, понимаем динамику процесса с помощью воронки. Но кроме того, что мы можем использовать, вот так, посмотреть на процесс воронки, мы можем, в принципе, положить какое-нибудь измерение, исследовать его, просто чтобы сравнить максимальное значение, ну, например, менеджер, какой-нибудь у него показатель важный, да, для нашего менеджера, и со всеми остальными. Какой процент остальных выполнения этого показателя по сравнению с топ-менеджером, да, с топ-показателем. То есть у нас здесь два варианта отображения процентов, и мы можем как раз смотреть, ну, не как в круговой диаграмме, да, просто какая-то доля от общего, но также смотреть процент от первого вот этого значения нашего, сколько составляет каждая следующая полоска. То есть достаточно вот такая гибкая визуализация получается, и можно применять в разных вариантах. То есть, ну, я сделала специально несколько видов, вроде по смыслу одно и то же, да, но просто показалось, что мы можем ее вертикально-горизонтально расположить, направление поменять вверх-вниз, влево-вправо. С легендой показать ее там справа-слева, снизу-сверху можем вывести, да. Если мы можем метки вывести внутри, можем снаружи, то есть это как бы на вкус и цвет, как говорится. Если метки короткие, лучше внутри их вывести. Просто помнить надо, что последнее значение в воронке будет, наверное, маленькая метка, может и не очень хорошо поместиться. Но вот здесь мы выкрутились, как бы вытянули ее в длину и делали цвет последнего сегмента более темным, чтобы было лучше видно нашу вот меточку здесь. Что мы еще можем посмотреть? Ну, давайте посмотрим просто в настройках, сколько у нас тут по воронке есть настроек. Именно по подписям. То есть мы можем, вот у нас целая куча есть вариантов, как мы можем вывести, что. То есть значение меры, процент от верхних значений, категории меры. То есть на ваш вкус, как говорится, отображение внутри, снаружи настроек много. Ну, понятно, цвет, шрифт мы всегда можем тоже настроить. Отображение. Здесь показывается ориентация, вертикально-горизонтальные направления. По воронкам. Из советов, как работать с воронками, ну, конечно, лучше понимать, что вы туда кладете, да, чтобы какой-то был смысл, если этот процесс наблюдаете. Ну, и слишком много этапов в воронку, конечно, будет уже не очень наглядно. То есть несколько этапов. Если вас слишком много, то лучше подумать о группировке какой-то их более крупной этапы. Ну, и мы сейчас перейдем еще к другим визуализациям, но пока мы здесь, на этом листочке, я еще хотела показать новые возможности фильтра. То есть мы теперь можем в поиске не просто написать там лид, да. Так, ну, я тут что-то, видимо, поиграла с цветом, его не очень видно в поиске. Ну, вот здесь просто не видно текст, да. Я решила настроить одно, но не настроила следующий цвет. Вот. Но если мы хотим целую группу, например, у нас какие-то артикулы товаров, в Excel мы их собрали, да, кто-то нам их прислал, мы хотим быстро отфильтровать и посмотреть по ним. То есть мы просто выбираем столбик значений, например, да, копируем из Excel, вставляем в поиск. Вот у меня три вот этих моих вставились, да, внизу видно. И как раз показывает, что он их нашел. То есть вот эта вот вставка из Excel была добавлена как раз в 1.29. Кроме этого у нас, наконец-то, мы можем влиять на размер любого объекта. В том смысле, что мы можем его уменьшить до размера 1 на 1. То есть раньше у нас было ограничение минимального размера. И вот здесь я картинки просто для примера вывела. Вот последняя там совсем маленькая. Чтобы показать, что мы можем что-то очень маленькое, например, маленькую кнопочку где-нибудь положить. То есть, ну, это для всех объектов у нас сейчас работает. Давайте посмотрим, что у нас еще есть из интересного. Здесь диаграммы старые, да, на этом листе. Но примеры новых возможностей представлены. То есть, как мы здесь видим, у нас есть теперь, кроме заголовка, подзаголовок во всех объектах. И у него отдельные настройки для шрифта. Давайте посмотрим. Покажу просто, где это у нас добавилось. То есть у нас есть заголовок и есть подзаголовок. И еще есть у нас фон, если мы хотим настраивать заголовка и подзаголовка. Дальше. Мы в круговую диаграмму добавили вот такое вот скругление немножко секторов, углов. Можно им управлять. Кроме этого, ну, вот я как раз вывела пример, что 80-50 немножко скруглили. Максимальное скругление – это вообще у нас какой-то цветочек уже получается. И если мы то же самое сделаем, но с внутренним радиусом, то получаем, не знаю, какую-нибудь вкусняшку из конфеток. Так, и также в комбинированную диаграмму была добавлена у нас группировка. То есть раньше мы не могли сделать столбики. Просто столбики мы могли сделать, но не могли сделать, добавить серию какую-то, чтобы сгруппировать внутри столбиков что-то. Дальше давайте посмотрим, что у нас еще хорошего есть. Добавлено тенки диаграммы. Кто-то ее называет санкей, кто-то санки, кто-то сэнки, смотря как читает по-английски, видимо. По-русски мы ее назвали диаграммы потоков в системе. Здесь тоже не рекомендуется засовывать очень много измерений, ну, в смысле, значений измерений, да. То есть какие-то должны быть все-таки ограниченные количество разных значений, чтобы было все-таки наглядно, как потоки переходят друг к другу. Здесь мы можем сделать несколько измерений, да, чтобы поток был такой длинный. Можем сделать вертикально, если мы хотим. Можно вывести метки рядом со значениями, чтобы даже не наводя, можно было видеть, как, собственно, это работает. Ну, и, конечно, все это должно быть интерактивным у нас. Сервер, конечно, у нас тестовый, но все сразу пересчитывается. Так, следующий у нас. Я пропустила там, где у меня были кнопочки, вывод картиночек, да. Там еще было скругление углов. То есть каждый объект мы теперь можем... Так, сейчас, прошу прощения. Куда я его делаю? Каждый объект мы можем границу скруглить, углы скруглить для объекта. Давайте любую вот эту картинку какую-нибудь выведу. Загружу картиночку. Ну, нам все равно, какой объект, но просто для примера, чтобы было наглядно... Ну, чтобы у кнопочки, например, была граница. Здесь у нас есть включение границы. Мы можем, например, белую сделать. И скругление углов. Если мы пишем здесь скругление, то оно будет глобально действовать на все углы. И мы можем сделать скругление только, например, верхних, а нижние оставить в покое. Острыми. Так, ну, например, давайте побольше скруглим для примера. А вот мы видим, у нас объект, собственно, уголочки скруглил. Ну, естественно, лучше, конечно, для кнопочек скрывать заголовок, чтобы нам он не мешал. Так, и мы тут плавно переходим к новому объекту. Немножко не выстроила по красоте. Новый объект у нас текст, или так называемый rich text. То есть мы здесь можем сделать очень много всего. Ну, понятно, что мы можем вводить текст какой-то, да. Мер текста. И влиять на него на шрифт. Понятно, да, на размер, на цвет. Я сейчас буду произвольно, чтобы не терять время нажимать. То есть фон, цвет, да. Чтобы фон всего вот этого вот, всей подложки у нас изменился, то мы должны все-таки это в настройках объекта сказать фон. И сказать, что он будет пускай прозрачным, например, чтобы он у нас был... И когда выйду из редактирования, он будет так прозрачный, чтобы видно было сразу общий фон. Например, если не нужен нам белый цвет, конечно, у нас там уже не очень будет виден, наверное. Давайте сделаем... Светкой. Так, ну понятно, все эти настройки редактирования привычные. Так, сейчас у меня мышка скачет. Центрирование. Можем ссылку вставить, да. Сработа со списками. И можем очистить форматирование, если мы что-то неудачно сделали. Но кроме этого мы можем вставить мультимедиа. Вот как раз пример мультимедиа. То есть если мы просто ссылку хотим на какой-то, не знаю, YouTube аудиофайл ставить, мы можем здесь вставить и указать размеры нашего окошечка, в котором вставится, да. Можем указать постер, какой-нибудь еще запасной, запасную ссылку. Но также мы можем вставлять вот здесь код прямо. Можно вставить HTML-код. Это, ну, простой визивик-редактор. То есть HTML-код, в котором уже будет форматирование текста, там списки, я не знаю, что вы хотите. Что, собственно, позволит вставить сразу готовый какой-то кусочек. Ну, или редактировать его где-то еще, где вам удобно. Помимо HTML мы можем сюда вставить iframe. Ну, как пример, вот здесь как раз сверху я показываю. То есть вот это пример просто YouTube, мы вставили ссылочку, да. А вот здесь это уже пример iframe. Я вставила ссылку на другое, визуализацию из другого приложения вообще. То есть здесь просто вообще какая-то другая, ну, ссылка внешняя, так называемая, у нас, да, на другое приложение. Например, я хочу там посмотреть данные и контролировать данные еще в другом приложении или просто взять из него картинку. Можно вставить ссылочку на справку, например, онлайн базу знаний у нас, да, прямо сюда вот хоп, вставить iframe, прям нашу базу знаний. И тут она будет работать как обычный сайт, только вот в том окне, который вы для него выделите. Ну, собственно, любой сайт, да, можно вставить не только в базу знаний. Так, по тексту. По тексту следующий шаг – это будет добавление мер. Сейчас я быстренько гляну, у меня может быть под рукой. Секундочку. Ну, здесь примерно просто маленькое окошко вставлено в базу знаний. Можно ее даже сфильтровать, ну, в смысле, в общем, переходить по ссылкам. Так, сейчас что я хотела показать. Пример. Ага, пример меры я хотела показать, да. Ну, давайте мы быстро какую-то меру попробуем добавить. Количество каналов. Нет, ему не нравится. Ну, здесь, то есть это уже следующая версия, но где-то я ее добавляла. Недавно только что проверяла. Лучше в новом объекте. Здесь просто уже был вставлен большой HTML. И надо было смотреть, куда мы вставляем ее, наверное. А, я знаю, в чем проблема. Просто надо связь с сервером у нас. Подключиться надо там что-нибудь. Перегружали его, наверное. Я просто покажу, как это будет выглядеть. Так, текст. И мы можем посмотреть, какие здесь у нас свойства. Вот здесь вот появится вот такая вот вставка формул. То есть помимо текста какого-то, да, статического, который не всегда нам может быть полезен, мы можем прям воткнуть нам в формулу. Нет, не хочется. Ладно. Это из будущих релизов формула будет прямо рядом с текстом. Уже результат какой-то формулы. Так, давайте вернемся обратно. Так, то есть размеры, скругление углов мы разобрали. Есть еще одна фишечка, которая тоже удобно бывает в жизни. Например, когда у нас есть там столбчатая диаграмма горизонтальная, да, и у нас не помещаются метки, вдруг там что-то такое длинное. Или вот эти вот метки не хотят вылезать в экран, и что-то там вылезает за край. Да, мы просто можем сказать, хотим отступ от края и подвинуть немножко внутреннюю вот этот вот рисуночек от края экрана. То есть, например, справа, да, у меня здесь авто. Вот если оставить они, как они были, да, я вижу, что у меня там места, например, не хватает. Я могу его, например, сдвинуть немножко. То есть сверху, снизу, слева, справа рекомендую отступы. Теперь у нас есть во всех диаграммах. Так, запись, конечно, будет. Так, в целом по обзору все. Какие-то вопросы есть? Нина, посмотри, пожалуйста. Ань, да, спасибо тебе большое. Я прям, честно говоря, засмотрелась и заслушалась много чего интересного. Вот, коллеги, можно написать вопросы в чате, если они у вас возникли в процессе демонстрации. Ань, ну а если ты разрешишь, можно я задам, наверное, пока начну задавать вопросы? Если ты позволишь. Я слушала, слушала. И правильно ли я поняла, что в визуализацию текст можно вообще вставить даже в другое приложение? Да, то есть если мы используем iFrame, то мы можем вставить, если мы говорим про наше приложение, мы можем вставить не только визуализацию, но и дашборд, да, или все приложение как iFrame. Так как у нас есть как раз встраивание, да, через внешние ссылки. Но, в принципе, тут через iFrame можно вставить все, что захочется, как говорится. На самом деле это очень-очень круто. Да, мы давно ждали, когда у нас выйдет текст. А именно вот чтобы можно было что-то ввести, пояснить какую-то информацию, да. Тем более здесь очень много настроек внешнего вида вот этого всего текста. Да, вот, Аня, еще, знаешь, такой вот вопрос, который вот прям вот в голове крутится, крутится. Ты нам хотела сейчас показать меры в тексте, да. Когда же это все-таки чудо ожидать? Вот прям вот хочется, очень хочется, прям вот не хватает этой возможности многим, думаю. Да, я так понимаю, что в следующей версии, в 1.30 она будет, но лучше я еще раз уточню. Да. Хорошо. Хорошо. А так, Ань, и пока мы с тобой беседовали, здесь появились вопросы. Первый вопрос от Виталия. Почему воронка заканчивается нулем в точку, а не последним значением? А, вот этот вот сектор, почему он остренький, что ли? То есть последнее значение, это вот это, по сути, можно сказать, там, площадь вот этого сектора, да, или там ширина. То есть вот эти настройки будут в следующей версии тоже, типов еще воронки у нас будет. Ну, у нас же не короткий, не знаю, отрезок, да, у нас прям вот целый сектор. Нам его как-то надо показать последний, ну, любой сектор. Вот он последний вот такой вот получается, по-моему. Как мы его можем показать еще без упирания? Ну, тупенько можем подрезать уголок, ну, не знаю. Как у воронки настоящий, да, физический такой, раз, срез, срез такой в конце красивый. Хорошо. Есть еще от Вики вопрос. Перенос строк в подписях планируется, а также в таблице и заголовках? В таблицах перенос уже есть, но не в заголовках, да. В заголовках, я так понимаю, он в работе, но я не могу сказать сроки. Про легенды тоже пока не могу сказать, когда это у нас будет. Вот, и если вот, ну, про подписи именно на графиках. То есть, ну, пока у меня нет информации. Да, на самом деле, действительно, тоже можно сказать, что работа с заголовками, она ведется. Ну, пока, да, затрудняемся ответить, когда точно будет. А также Алена просит показать радар. Подскажи, Ань, пожалуйста, ты готовил его сегодня или нет? По-моему, у нас это тоже в последней версии есть радар. Спасибо, спасибо. Отключаюсь. Да, сейчас, секундочку. Радар я точно куда-то положила. Сейчас, давайте проверим. А, ну, давайте здесь посмотрим, где-то мы только что видели радар, по-моему. Сейчас, секунду. А, это вот как раз пример встраивания внешней ссылки. То есть мы можем встроить все, начиная от визуализации до всего приложения, просто получив ссылку в админской части. Вот, у меня как раз были же открыты радары. Примеры. Все, все диаграммы, то есть они вышли, как говорится, в первой версии, то есть они будут... Так, интересно. Где мне радары? Только что были. Я их не сохранил, что ли. Сейчас, секунду. Радар, вот он. Ну, вот один из примеров радара. Ну, такой, не самый лучший в том смысле, что в таком представлении лучше данные не смотреть. Да, и он просто здесь выведен как вариант отображения именно в радаре. Часто в радаре используется отображение по месяцам, по часам, как-то связанное со временем. Но некоторые пользователи, наоборот, его очень любят и привыкли смотреть только на нем. Даже привычка, как говорится, такое дело. Кому-то удобно, кому-то нет. Я к тому, что следующие, с каждой и в каждой версии будут дорабатываться, расширяться возможности каждой из новых визуализаций. Ну, там в воронке будут разные варианты, виды этой воронки, да. Как мы, собственно, на воронку смотрим, мера будет влиять на ее глубину, на ширину, на площади. То есть это разные виды воронки. Также радар тоже будет дорабатываться, и санки тоже. Да, почти, да. У нас метки не всплывают. Следующая уже версия, они уже, ну, кроме надписи, еще всплывает и метка значения меры. Спасибо. У нас остается ровно 4 минутки, и я вижу еще один вопрос. Наверное, если будут еще вопросы, мы, наверное, уже будем отвечать за кадром. При использовании iFrame для отображения дашборда из другого приложения нужно ли давать доступ к этому другому приложению? Такой чуть-чуть интересный вопрос, да? Да, ну, посмотрите, если это приложение на том же сервере у вас, да, и вы уже зашли на этот сервер, то, как бы, у вас нет проблем, да, перейти в другое, увидеть это приложение, да. Но, но у нас есть два варианта создания вот этих вот ссылок. Давайте мы заодно посмотрим. Ну, здесь я сразу скажу, новая ссылка. И мы здесь видим, что мы можем, ну, помимо того, что выбрать приложение, и тогда оно все вставится, да, либо выбрать дашборд, тогда только дашборд будет доступен, либо конкретную визуализацию. И мы здесь видим вот этот вот пункт требуется авторизация. То есть, если мы снимем требуется авторизация, то здесь вообще, как бы, любой пользователь, да, увидит то, что вы вставите. Это удобно для портала, но надо понимать, что данные, собственно, вот эти права доступа наши не будут, правила безопасности, права доступа, не будут применяться к этому приложению, если вы сняли вот эту вот галочку. Вот, если вы вставите галочку требуется авторизации, то он будет ожидать от вас, собственно, введенного логина пароля, да. Но если вы на том же сервере и уже зашли, да, он, он, сервер вас уже знает, спрашивать он вас больше не будет. Поэтому вы сможете с учетом прав безопасности, да, и RLS, собственно, безопасно встраивать какие-то вот такие вот вещи с помощью объекта текст. Да, Ань, спасибо большое. И у нас в 11.28, как и предложила, все остальные вопросы мы будем уже рассматривать за кадром. Вот, Ань, спасибо тебе большое. Очень полезная, интересная информация сегодня была озвучена, показана. Визуализации просто огонь, яркие. Спасибо. И, наверное, до новых встреч, до следующего, Пикс Красивая. Да, я думаю, что как раз Нина у нас следующая будет выступать. Наверное, да, в следующий эфир буду я, наверное, выступать, но посмотрим, да. Спасибо вам, коллеги, за то, что нашли время принять участие в нашем эфире. И надеемся до новых встреч. Спасибо. Хорошего всем дня. Да, всем спасибо. 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 Спасибо.